Приветствую, друзья! Представьте себе, я замечтался, делюсь, значит, представил себе такую звёздную цивилизацию. Ну, можете себе тоже представить, где вы в этой звёздной цивилизации самый главный человек, самый-самый, самый прекрасный человек, самый выдающийся человек, на которого все просто молятся, потому что вы такой полезный, такой прекрасный, вы так всё там строите, что годами люди только молятся на вас. Представьте себе ситуацию. Вас все любят, все уважают, все выстраиваются, вот, и вы только один командуете. Вы один только командуете, и никто не может вам, вопреки вас, что-либо вам сказать. Только вы, король, там, падишах, там, или там какой-то царь, или какой-то там командующий, ну, Бог его знает, это звёздная цивилизация, что там может быть. Вы только представьте, что ваше любое желание мгновенно исполняется, и вы получаете всё то, что вы хотите. Ну, представьте, помечтали? А теперь представьте себе, что случится с этой цивилизацией через какое-то количество световых лет. Ну, для вас-то, может быть, как конкретного человека каждый год и каждый день и каждый час, это между смертью и жизнью, и поэтому доживёте вы до счастья или нет в той цивилизации неизвестно, потому что там каждый год это скорость света, допустим, допустим, да, тысячелетия проходят, тысячелетия для Вселенной, но это песчинка в море. А для конкретного человека имеет большое значение. Так вот, есть наука кибернетика. Кибернетика – это наука управления. Управление основано на обратной связи. И вот теперь, если убрать эту обратную связь, представьте себе, что вы управляете этой звёздной цивилизацией, что всё выстроено в сложном подчинённом предложении таком, где нет обратной связи, и что произойдёт с вами и с вашей цивилизацией. Ну, конечно, из порядка вы перейдёте в хаос. Вы перейдёте к разрушению, к деградации, к потере всех положительных качеств. Вы придёте к хаосу, энтропии. Ну, закон науки и кибернетики об этом говорит. Просто я сейчас это переложил в мысленный наш с вами эксперимент, где все ваши желания исполняются беспрекословно, и никто не имеет права вас критиковать. Почему я об этом говорю? Имеющий уши да услышать, потому что мечтать – это хорошо, творить – это хорошо. Но каждый человек по природе творец, да, по природе творец, каждый человек. Когда у него его способности раскрываются в любимых делах, и чем больше любимых дел, тем больше точек опоры. И вот сейчас Новый год. Я вам желаю, чтобы вы раскрывали и больше, и больше своих творческих качеств, а для этого надо заниматься любимыми делами, и их должно быть много. Ну, какое-то из них должно быть основное, столбовое, где вы так глубоко сосредотачиваетесь, как специалисты, все остальные поддерживающие. А бывает так, и многопрофильные. Ну вот. Теперь представили себе всё это, и вот сейчас Новый год, я вам желаю обратить внимание, что сейчас произойдут разительные перемены в лучшую сторону. И вы поймёте, почему. Да, и, наверное, многие уже понимают, что дальше, как говорится, так жить нельзя. Друзья, как об этом было сказано 20-30 лет назад в одном из фильмов, да, очень хороший режиссёр поставил, дальше так жить нельзя, и там Михаил Ульянов играл. Ну да, да, Ворошиловский стрелок. Так вот, теперь, друзья, ещё раз вам говорю, что с Нового года будут происходить разительные перемены в ещё более и более лучшую сторону. Вы меня поняли, да? У нас канал не политический, а творческий, человеческий, общечеловеческий, где мы научаемся снимать лишнее напряжение и переводить стресс на решение нами нерешаемых вопросов. Стресс-трамплин. Да, и теперь, да, ещё раз поздравляю вас с наступающим Новым годом. В Новом году произойдут перемены. В нашей маленькой звёздной цивилизации на нашей планете поимененной Земля. До встречи, друзья.